Привет, ребята! Один из наказов в Москве показать, рассказать про местный муниципальный или автопарк с общественным транспортом. Ну вот я нахожусь на конечной остановке ВДНХ, где куча, куча, куча автобусов, причем самых разных, самый инновационный из них, это вот это. Все вы умеете читать, написано это электробус. И не просто так это на нем написано, насколько я понял, поездил по дорогам, это действительно новинка, и администрация Москвы, она гордится и показывает всем, что вот потихонечку обновляется автопарк, ну, по их меркам потихоньку, по нашему это прям вообще космос, по сибирским меркам. И такого нам, наверное, не видать, потому что экологичный транспорт, не сказать, что он внешне отличается, скажем, от других предыдущего поколения, но вполне себе уже новое поколение общественного транспорта. Кроме того, вот вы, наверное, заметили, что вот такие еще автобусы, наверное, по объему, как пазики, или чуть побольше, фирма ИВЭКО, тоже. У нас в Красноярске такого нет, безусловно. Вот можете взглянуть, красивые автобусы, безусловно, везет москвичам. Но тут же рядом стоит старый, добрый, что видите, ЛИАС. И таких тоже хватает в Москве, потому что переоснастить это все хозяйство за один год или за пять лет требуется больших денег, даже по меркам Москвы. Так что постепенно техническое или автомобильное транспортное перевооружение в Москве идет. Ключевое слово не идет, а постепенно. Я думаю, москвичи тоже хотели бы, чтобы это все происходило побыстрее. Ну, а нам в Сибири об этом вообще остается только мечтать, потому что скорее всего вот этот уже достаточно, наверное, устаревший технологический транспорт отправят к нам в качестве подарка, как уже отправляли нам трамваи. этой осенью подсевший свист, гул и неодобрение. Вот такая конечная остановка в Москве. Я бы не сказал, что это какой-то космос. Это не космос, ребята, это жизнь.